Виталий, приветствую тебя! Традиционная торговая сессия вторника. С самого утра обсуждаем рынки, интересные новости, фундаментальные события, грядущие, если есть о чем поговорить, а сегодня точно есть о чем поговорить, потому что впереди заседание ЦБ и Федрезерва, поэтому у нас с тобой следующая встреча будет тоже интересной, учитывая, что будем обсуждать последствия этих двух громких и так важных для финансовых рынков фундаментальных. Сегодня по поводу волатильности на финансовых рынках, я не уверен, что сегодня нас ожидают какие-то интенсивные торги, потому что, как правило, многие начинают уже придерживаться какой-то выжидательной тактики, не торопиться с принятием торговых решений, ожидая развязки постфактум уже заседаний ЦБ и ФРС. Но все-таки, думаю, наверное, будет правильнее еще раз обсудить активы, которые могут прийти в непосредственное прям движение с учетом этого фундаментального фона. Поэтому я сегодня со своей стороны сделаю акцент на индекс доллара, на золото, можно посмотреть еще рынок нефти, ну и затронуть пару евро-доллар, хотя если обсуждать индекс доллара, понятно, что это параллельно также анализ еще и по паре евро-доллар, учитывая, насколько они коррелируют между собой. Ты как, в целом, настраиваешься на серьезную волатильность? Завтра, четверг? Или думаешь, что все заложено в цены? Я ожидаю, но сигнала пока не вижу хорошего на точку входа, потому что пошла хорошая коррекция по тому же евро-доллару или индекс доллара, и пока непонятно, она закончилась или нет. То есть для меня нет четкого сигнала окончания этой коррекции, поэтому я, так скажем, в ожидании, что рынок нарисует, и когда уже будет хороший сигнал, тогда я буду уходить, потому что вдруг это разворот, и мы уйдем по евро далеко вниз, то есть все возможно. Поэтому нужно быть очень аккуратным, я считаю. Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к анализу, напоминаем вам, друзья, что обязательно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов, как Виталий правильно отметил. Даже несмотря на наличие прям, ну, однозначного фундаментального фона, сюрпризы вполне возможны. Кто знает, чего выкинет ПАО. Вдруг он скажет, что текущее повышение ставки совсем не последнее. Да, я бы добавил еще по поводу инфляции, они на нее будут смотреть в ближайшее время. Я в прошлый раз, на прошлой неделе анализировал такой индикатор, как М2, то есть денежная масса на рынке. Она немножко увеличилась, денежная масса за последние несколько недель или месяцев. А там, если провести параллель, у меня есть, я картинку показывал в Телеграме и на прошлых обзорах, что если она растет, то растет потом инфляция. Да, чуть-чуть с запозданием, но тоже, если инфляция, условно, будет дальше расти, там, условно, в августе или там в сентябре, плюс у нас нефть немножко подросла, чуть-чуть газ подрос, другие кивы, и, возможно, это повлияет как-то на инфляцию. И вдруг будут какие-то заявления агрессивные дальше по поводу дальнейшего ужесточения ставки. Или даже не дальнейшего ужесточения, а то, что не будут пока понижать ставку в таком формате. Да, по поводу рисков относительно инфляции, согласен, абсолютно, они действительно есть. Ну и, в принципе, то, что, как ты привел параллель между денежной массой инфляции, мы сейчас оказались в условиях беспрецедентных уровней поинных субпотребительских цен из-за последствий ковидных, когда, как мы помним, все экономики лечили большими порциями денег. И вот сейчас Федрезерв, ЕЦБ и прочие регуляторы расклебывают последствия ранее принятых решений. Хотя, с другой стороны, наверное, ничего лучше, чем стимулировать экономику в тех условиях, придумать нельзя было. Ну, в общем, есть то, что есть. Так, еще раз напомню, что впереди два очень важных дня. Это заседание Федрезерва и заседание Европейского центрального банка. Давайте тогда перейдем к графикам. Начнем с меня. Ну, кстати, вопрос, возможно, тебе задам, возможно, ты знаешь ответ на него. Вот по поводу потолка газдолга США, да? Мы знаем, что его, когда поднимают, там, условно, на триллион, на два триллиона поднимают. А почему сейчас подняли потолок газдолга и нет потолка его, как бы он открытый? Не задавался таким вопросом? Наверное, просто пришло время отпустить в свободное плавание показатель и уже не смешить людей тем, что якобы этот потолок имеет какое-то значение. Да, ну, возможно. Да, может быть, потому что они прекрасно понимают, что, точнее, забегая вперед и зная дорожную карту тех решений, которые будут приниматься, знают, сколько денег в экономику будет еще влито и понимают, что долларов во вселенной станет гораздо больше. Да, или будет что-то такое, какой-то момент X, который нужно будет очень много денег для того, чтобы закрыть вот ту, скажем, не проблему, а то, что они планируют делать, правительство США, да, и им нужно будет очень много денег. Поэтому это очень интересно, потому что вот прошлые, да, они поднимали там на какой-то там триллион или два, я не помню точные цифры, а сейчас его нету, да, вот очень интересно. Ну, посмотрим, к чему все это приведет. Конечно, всему приходит конец. Я надеюсь, то, что на нашем с тобой веку, Виталий, мы увидим конец или закат вот этой американской империи, доллара. А может и нет, не знаю. Хотя многие уже десятки лет ждут, что доллару придет конец, но доллар по-прежнему самый обсуждаемый инструмент. И сколько бы его ни хоронили, он остается самым доминирующим, властным и влияющим на прочие финансовые активы. Так, ну что, давай тогда продолжим. Индекс доллара, текущие котировки, ну, можно сказать, что в районе 101 пункта мы сейчас продолжаем находиться. Я допускаю, что до заседания в среду, то есть до вечера завтрашней торговой сессии, инициатива может еще задержаться на стороне покупателей. В принципе, если удастся перезайти тем, кто ранее не открывал короткие позиции где-то в районе 101.50, это будет очень хорошая точка входа, на мой взгляд, которая должна будет привести к развитию последующего снижения и с целями по индексу договора закрепления ниже 100 пунктов. Сейчас не буду допускать сценарий какого-то форс-мажора, когда ФРС выкинет номер, и перемудрит всех, анонсирует какие-нибудь новые действия со своей стороны по борьбе с инфляцией, либо намекнет на то, что повышение ставки все еще возможно, либо снижение процентной ставки – это совсем не ясная перспектива там 2024 года. Я все-таки останусь пока что верить стратегии торговли, что в эту среду каких-то сюрпризов не будет. И в соответствии с текущими ожиданиями ставку поднимут, и параллельно с повышением ставки ФРС анонсирует, что это, скорее всего, последнее повышение процентной ставки, потому что видят сигналы и признаки того, что инфляция продолжает неуклонно снижаться. И если все-таки рынок уловит акцент со стороны регулятора на то, что мы на пороге полного завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики, и на пресс-конференции Паул будет больше мягко настроен, чем жестко, то тогда мой сценарий, визуализирую немного со своей стороны, может быть, даже не объективен, либо предвзят, но есть инструменты, когда ты прям веришь в отработку какой-то фундаментальной идеи. Я думаю, что индекс доллара перейдет к снижению после периода волатильности, и к концу недели мы где-то снова в районе 100 пунктов окажемся. По поводу макроэкономических данных, ну, они, к сожалению, подсвечивают вероятность того, что повышение ставки, это сейчас, точнее, после июля повышения, не самый лучший сценарий, потому что очень много признаков в виде всех релизов, которые мы анализировали на прошлой неделе, рынок недвижимости, промышленная активность, роничные продажи, исключительно слабый отчет. И вчера индексы PMI производственного сектора сферы услуг тоже есть вопросы к этим индикаторам. Может быть, это уже такая весомая доказательная база для Федрезерва, чтобы указать ему, что текущий уровень процентных ставок все же оказал негативное воздействие на экономику. И как бы американский регулятор не хотел использовать формулировки, что экономика переваривает текущий уровень процентной ставки, ей это делать все сложнее и сложнее. Поэтому я допускаю даже, Виталий, что ставку завтра поднимут на 10 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов. Поэтому если на 10 базисных пунктов поднимут, то тогда, может быть, не дожидая даже пресс-конференции, мы увидим индекс доллара такой мощной красной свечой, который будет лететь вниз к новому и новому локальному минимуму. Так, ну по поводу европейской валюты просто в двух словах. Если, опять же, был акцент на снижение курса доллара, я ожидаю, что европейская валюта развернется в ближайшее, собственно, поближе к непосредственно решению Федрезерва в среду и перейдет к локальному росту. Цель прежней – это закрепление выше планки 1.13. Золото – 1962 доллара за тройс-конференцию. В прошлый раз, когда мы обсуждали золото, я говорил о высоком потенциале роста этого инструмента в районе 2000 долларов за тройс-конференцию. Ну, прям совсем чуть-чуть нам не хватило. Там мы подобрались к максимуму 1987-40. Потом последовала коррекция откат. Эта коррекция была также связана с локальным укреплением курса доллара. Ищерпан ли потенциал для дальнейшего роста? Я думаю, что нет. Потому что если ФРС будет придерживаться мягкой риторики завтра, то это обязательно обвалит американские облигации по доходности и поддержит, собственно, рынок драгоценных медаллов. На стороне также покупателей еще отчет от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Институционал увеличивает объем спекулятивных лонгов. И сантимент рыночных настроений по действию ритейл-трейдеров. Тоже я часто на него делаю акцент. Толпа по-прежнему в коротких позициях и торгуем против толпы. Думаю, что 2000 мы еще легко сможем увидеть. Так, рынок нефти радует, безусловно, покупателей. В соответствии с ожиданиями мощное развитие восходящей динамики уже 82-65. И при том росте, который мы увидели накануне, то есть фактически бренд установился почти на 3 доллара, добраться до цели следующие 85 долларов за баррель не составит вообще никакого труда. И хорошо то, что рост нефти сейчас происходил на фоне локального восстановления доллара. То есть доллар не такой уж и определяющий актив для нефтянки, и значит трейдеры больше фокусируются сейчас на проблемах, связанных с дефицитом и сокращающегося предложения со стороны страны ОПЕК+. И надежда на то, что новые меры экономического стимулирования, которые были анонсированы Китаем ранее на несколько десятков миллиардов для бизнеса, особенно для того, который сейчас связан с развитием технологии искусственного интеллекта, это окажет свое положительное влияние на экономику в целом и приведет к восстановлению спроса. Ну, это такой оптимистичный сценарий. Я пока в Китай, я верю, конечно же, но думаю, что какие-то более-менее уверенные признаки роста мы увидим только под конец этого года. А сейчас предлагаю работать с фактом того, что основные производители нефти продолжают снижать объемы нефтедобычи. И это сказывается положительным образом на бренде EWTI. Можно покупать с текущих уровней для тех, кто верит в долгосрочный рост этого инструмента. Как я ранее отмечал, цель 85 долларов за баррель все еще актуальна. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Так, давайте прежде чем начать к анализу рынка, в принципе, я с тобой по некоторым моментам согласен. Были вопросы под прошлым нашим обзором битвы аналитиков, да. Два вопроса было по пшенице и по индексу доллара. По поводу пшеницы просили проанализировать. Прошлый вторник был комментарий. Я пшеницу проанализировал у себя на YouTube канале. Поэтому подписывайтесь. Там, в принципе, на текущий момент у меня нет мнения. Я смотрел только что фьючерсы на пшеницу. На прошлой неделе я советовал возможную покупку. Мы, в принципе, неплохо выросли. На текущий момент там ситуация сложная для меня. И был вопрос по поводу индекса доллара. Спрашивал один подписчик, будет ли доллар, индекс доллара там, где я о нем говорил еще две недели назад. Ну, это, получается, три недели назад. То есть народ смотрит какие-то старые обзоры, когда я говорил, что я жду роста индекса доллара. А те обзоры, где советовал шортить индекс доллара, они не смотрят. То есть там выходили обзоры как на моем YouTube канале, так, в принципе, я и на маркет закидывал 7 июля обзор. Плюс мы с тобой там сразу на следующий вторник обсуждали это, что я уже перевернулся. Поэтому нужно внимательно следить за этим, чтобы понимать. Так как человек спрашивал, будет ли когда-то предположительно индекс доллара там, где я говорил две недели назад. Возможно, будет, но этот вопрос, скажем, такой неправильный. Ну, давайте перейдем к рынкам, конкретно к графикам. Поэтому еще раз показываю свой YouTube канал, подписывайтесь. Там я делаю 3-4-5 обзоров в неделю по рынкам. В Амаркетс делаю по вторникам и иногда по пятницам заливаю туда какой-то обзор. Так, давайте конкретно к графикам. Так, так, так. Давайте начнем с натурального газа. Натуральный газ. Видно график сейчас? Да, да. По натуральному газу я ранее говорил, что жду коррекционного движения по данному инструменту. И когда оно завершится, я буду покупать его с целью 3 доллара и, возможно, выше. То есть время покажет, куда он пойдет. Предполагал на прошлой неделе, что, возможно, эта коррекция затянется чуть поглубже. Но она завершилась и показала сигнал на покупку, получается, в этих датах. Получается, на прошлой неделе уже где-то примерно в среду-четверг. Я перевернулся на покупки. Мы покупали в уровне 2.60. И на текущий момент, кто не смотрел мои обзоры, я бы советовал дальше рассматривать на покупку натуральный газ. Выше уровня 2.70 у нас формировался уровень отката такой неплохой. С текущих или, возможно, еще откатит рынок, там добавляться. И с целями 3 доллара, да. Возможно, коррекция как-то усложнится. Мы уйдем ниже. Поэтому будьте аккуратны, соблюдайте риски, так как может рынок и провалиться, уйти не по сценарию. Поэтому рекомендации на покупку по данному инструменту. Что касается рынка нефти, я, в принципе, в прошлый раз говорил о покупках. И на своих обзорах, последние несколько обзоров советовал покупать. Была хорошая коррекция с накоплением. Мы ее отработали. На текущий момент стоит ли покупать нефть? Возможно, да, но я такие моменты не люблю торговать, скажем, в уходящий поезд. Почему? Так как у нас могут дать какую-то коррекцию, а какая глубина этой коррекции, сложно определить. Но, в принципе, я поддерживаю твое видение, что нефть, возможно, дальше будет расти в район 85 и выше. Дальше, что интересного еще я бы добавил по рынку золота. По золоту мы, в принципе, с тобой на прошлой неделе советовали его покупать. Мы торговались в этом диапазоне. Получается 1950-1960. Целились на 2000, но здесь также был промежуточный уровень, достаточно сильный, в районе 1985. Это прошлый уровень отката. Мы возле него три дня начали биться. Я здесь такую основную часть сделочки закрыл по золоту с ребятами. Плюс, будет ли добой до 2000? Возможно, да. Я сегодня пробовал советовать своим ученикам покупать данный инструмент. Но это рискованная сделка. Почему? Потому что если проанализировать все инструменты евро условно и золото, пошел достаточно сильный откат, и пока нету очень надежного и хорошего сигнала на окончание вот этой коррекции. Мы можем чуть-чуть пониже провалиться, и в альтернативном случае можем уже окончить вот этот рост и уйти дальше на снижение по золоту. Это возможно. Поэтому очень аккуратно, кто покупает золото, с текущих в районе 1950 возможно добавится. И главное, чтобы мы удержали сегодня-завтра вот эту зону. То есть у нас получается примерно 1950-1940 прошлонедельные локальные минимумы. И с целью 2000. Вообще глобально, ну скажем так, не глобально, а среднесрочно у меня видение по золоту на снижение. То есть я рассматриваю рост июльский, который у нас есть в текущем месяце, как коррекционный по отношению к падению от майского снижения и июньского. И поэтому дальше жду его где-то в районе снова 1900-1850, возможно ниже. И поэтому будет ли это снижение с текущих, оно уже развернулось. Или после добоя 2000, пока сложно сказать. Я буду следить за ситуацией. Если будет она меняться, я буду в принципе информировать в следующих обзорах. Плюс, ну и будет ли понятна ситуация, да, можно там не нарисовать какого-то сигнала или там не смогу разобраться, понять, что там происходит. Вот пока вот такая ситуация. И аналогично, вот если переходить на рынок валют, евро-доллар взять. Кстати, по евро-доллару, по индексу доллара, вот после нашего прошлого эфира во вторник, в среду-четверг я уже начал покупать индекс доллара, ну советовать его покупать. Там появились сигналы по индексу доллара, по евро, что будет коррекция. Там были дивергенции, там было видно, что на часовиках не сильный сигнал, что начинали заворачивать вот этот тренд. По поводу текущей ситуации по евро, у нас образовался локальный нисходящий тренд в последнюю недельку, и он пока не показывает сигнал на ее окончание. У нас есть дивергенция на часовиках, и вот я нарисовал, плохо видно, вот нисходящий канал. Возможно, мы еще будем добивать 1.10, такой психологический уровень, плюс этот уровень с истории. Если будет на этот уровень какая-то реакция, то в таком случае я буду дальше рассматривать возможные покупки, если появится сигнал. То есть нам нужно сломить вот этот нисходящий тренд. Это по примеру, допустим, как вот здесь, условно было аналогично. Вот если смотреть, то же самое, вот был нисходящий тренд, вот мы его сломили, ретест, то есть все одно и то же. Поэтому пока вот такая ситуация. Возможно, будет ли рост текущих по евро? Возможно, но сломим тренд, потом на коррекциях будем покупать. Вот ранее я озвучивал цели по евро, еще когда мы торговались в районе 1.09, такие долгосрочные 1.15, 1.20. Я туда пока целюсь, но не нужно исключать тот момент, что я говорил, что это уже пик был по евро. Есть такие определенные моменты, которые это подсказывают. Глубина коррекции от прошлого тренда, там за 2021 год, 2022. Поэтому внимательно будем следить, ситуация может меняться. Это то же самое с вопросом по поводу индекса доллара. Вот человек спрашивает, ну это примерно вот здесь. Когда мы с тобой, ну точнее я, во второй половине июня я советовал на этом тренде покупать индекс доллара. Цели я ставил выше 105-107, возможно. Но 7 июля я перевернулся по тренду, да? Потому что ситуация поменялась. Мы сломили вот этот тренд восходящий локальный. То же самое здесь. Может ситуация в любой момент поменяться. И я уже буду пересматривать свое мнение по рынку. Ну еще в двух словах скажусь по поводу доллар-рубль. По поводу этого инструмента. Напомню, в прошлый раз во вторник я советовал его покупать. Вот в этом диапазоне. Мы немножко там подрастали, но это было там около 50 копеек. И в конце прошлой недели, в пятницу я перевернулся по доллар-рублю по поводу возможного среднесрочного укрепления рубля против доллара, против юаня. Это моя текущая позиция, да? Поэтому нужно отслеживать обзоры. Но недавно ребята подсказали по поводу того, что в зависимости где смотреть котировки по доллар-рубль. Давайте я включу недельный график, потому что здесь есть вопросы некоторые. Есть некоторые брокеры, ну скажем, условно там московская биржа, которая показывает, что пик в 2022 году по рублю был в районе 120 рублей, да? А есть условно, если смотреть на биргу ICE, там пик был 150 рублей. Если учитывать этот фактор, который я вчера себе добавил, то я не исключаю, что рубль, если будет пробивать 91.50, я этот уровень буду отслеживать, то мы можем уйти дальше в район 100-110, вот эту область. То есть это график с расчета, ну там сложно рассказывали, с расчета не только банковского курса, а там рассчитывали еще наличный курс, делали перерасчет, короче, ну там сложная ситуация. Там плюс тогда на реальном рынке был курс где-то на 20-30 рублей выше. Вот такой рынок неликвидный, и он не всегда показывает точный курс по сравнению с евро-долларом. Поэтому тоже внимательно этот рынок отслеживаю, и если будет ситуация меняться, пробиваем 91.50, ракета наверх. Пока все. Виталий, спасибо тебе за комментарии опять по разным сегментам рынков. Ждем заседания ФРС и Европейского центрального банка. Среда-четверг контролируем риски, друзья, как и всегда, в следующий вторник мы с Виталием обязательно, прежде всего, об этих двух событиях поговорим. И если будет необходимо, скорректируем опять же наши взгляды, мнения по поводу перспектив рисковых инструментов и доллара как такового. Виталий, огромное тебе спасибо, что подключился, нашел время. Тебе тоже, если будешь работать, торговать в среду-четверг исключительно хороших точек входа, хотя понимаю, что ты предпочитаешь стратегию выжидательно посмотреть, как рынок себя поведет, и уже после этого действовать. Ну, все же. Хороших выходных и до скорых встреч. Пока. Пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok